В Магнитогорске сегодня простились с Геннадием Семеновичем Гуном, профессором, видным научным деятелем, имя которого было известно далеко за пределами города и даже страны. Церемония прощания состоялась в родной альмаматор ученого в Магнитогорском государственном техническом университете. Его называли настоящим двигателем науки, человеком чести, слова и дела. Проститься с Геннадием Семеновичем Гуном в Магнитогорский технический университет пришли сотни человек. Это близкие ему люди, его коллеги, друзья, первые лица города и комбината. И даже те, кто не был знаком с ученым лично, но знал и слышал о его огромном вкладе в развитие науки и производства. Геннадия Семеновича мы, наверное, все знаем и помним. Были годы, когда мы просто учились у него. Были годы, когда мы вместе работали, потому что сейчас, как рассказывали, Геннадий Семенович действительно совмещал научную работу с производством. И благодаря в том числе его личному участию на Магнитогорском комбинате и не только, было внедрено огромное количество новых технологий, получены новые материалы. По сегодняшний день идет, продолжается его работа, его начинание по внедрению, по разработке и по взаимодействию с администрацией города в том числе. Конечно, это огромная утрата. Огромная утрата. Сегодня мы провожаем последний путь великого человека. Вот знаете, вот есть штучные люди, таких вот единицы. Это потеря не только для города, это потеря для всей страны. Научная. И таких сообществ потеряли Геннадий Семенович. Для меня всегда это будет жизнерадостный человек. Всегда он умел находить решения в конфликтных ситуациях. Находил их так правильно, что всегда выходил победителем в этих дискуссиях. Геннадий Семенович. Наверное, все-таки жизнь продолжается, и мы будем внедрять твои идеи. Но тебя нам будет не хватать. Дорогой наш Геннадий Семенович. Еще вчера был рядом, сегодня нет. Знали, что болеет, но не верится, что ушел из жизни. Кто-то знал его больше, кто-то меньше. Студенты несколько лет закончили вуз, ушли. Профессорский преподавательский состав. Мы знали Геннадия Семеновича долгие годы, а семья всю жизнь. У него было много дипломов, наград, медалей, орденов, премий. Он был хорошим человеком. Добрым, простым, искренним. Есть такое понятие в Ленинграде или в Петрограде. Ленинградская интеллигенция. Он был представителем нашей магнитогорской интеллигенции. Техническая и научная. Будем помнить, пусть земля будет пухом нашему Геннадию Семеновичу. По инициативе Геннадия Семеновича в свое время была создана программа подготовки кадров высшей квалификации в Магнитогорске и в регионе в целом. Он являлся крупным специалистом в области создания новых технологий и обработки металлов давлением. В оценке качества продукции и технологий. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заслуженный работник культуры РСФСР. Действительный член Академии проблем качества. Всех его регалий не перечесть. Больно и безумно тяжело говорить о Геннадии Семеновича в прошедшее время. Все, за что не брался Геннадий Семенович, все было успешно. Спи спокойно, Геннадий Семенович. А мы будем очень долго, мы будем всегда помнить о вас. Уважаемая моя мама Георгиевна, Игорь Геннадьевич Роль-Свиньки. Тяжелый день сегодня, очень тяжелый. Геннадий Семенович на самом деле был очень уникальным человеком. Он легендарным был человеком только у нас в УЗИ, в городе, в России. Какой огромный пласт он поднял. Технарь. Доктор технических наук и заслуженный деятель культуры. Вот какие кадры на Магнитске. Геннадий Семенович, мы всегда будем помнить вас, ваше дело. Будем развивать и дальше. Но не только за высокий профессионализм ценили его друзья, родственники и коллеги. Геннадий Семенович был невероятно добрым, открытым человеком. Среди своих главных принципов жизни он называл обязательность, свободу позиций, любовь и, конечно, юмор, который помогал ему выйти из любой ситуации. Дядь Генн. Я имею право его называть дядь Генн. Я лично с ним не был знаком. Но я знаю, что благодаря этому великому человеку, помимо того, что он экономически и манка, я знаю, что благодаря ему в этот город приезжали Сергей Юрьевич Юрский, Лев Борисович Дуров, Евгений Павлович Реонов. И он реально великий человек. Великий. Я сейчас немножко могу запутаться, но я знаю, что он улыбнулся бы, услышав такие вещи. Друзья уходят как-то невзначайно. Друзья уходят в прошлое, как в замеде. А мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминая по ночам. Он великий человек. Геннадий Гун скончался 25 января, в День студента, в Израиле, где находился на лечении. Ему было 80 лет.